В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! 25 декабря в Самаре на площади Славы начнет работать каток. Ледовое пространство там будет организовано уже в третий раз. По сложившейся традиции, площадь Славы порадует гостей и жителей Самарской области праздничной атмосферой. Каток планируют открыть уже в субботу в 11.00. Далее он будет работать ежедневно с 11 до 23.00, а 31 декабря круглосуточно. Вход бесплатный. Вакцинацию от коронавируса внесли в национальный календарь профилактических прививок на 2022 год. Документ утвердили в Российском Минздраве. Согласно документу, прививку от COVID-19 обязательно должны сделать несколько категорий граждан. Это люди старше 60 лет, работники медицинской, образовательной и социальных сфер, все те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также жители городов-миллионников. Напомню, сама прививка абсолютно бесплатная. Сделать ее можно в любом прививочном пункте. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В Самарской области выявили еще 537 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 196 897 случаев заболевания коронавирусом. Большинство, а это 148 688 человек, полностью выздоровели. Накануне из медучреждения региона выписано 1046 пациентов. Увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 6 150 наших земляков. Только за минувшие сутки скончались еще 19 человек в возрасте от 59 до 85 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. В подвале кипяток, а в подъезде густой туман. Жители дома номер 22А по улице Дзержинского уже вторую неделю не могут добиться ликвидации коммунальной аварии. Из-за сложившейся ситуации многоэтажки отключили еще и лифт. Но ответственные службы не торопятся проводить ремонт. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Перила выни, а пол во льду. И так здесь уже вторую неделю рассказывают жители. Говорят, в подвале прорвало трубу горячего водоснабжения. Люди неоднократно обращались к коммунальщикам, но это ни к чему не привело. В подъезде уже обмерзли у нас лестницы. У нас замыкает постоянно проводка. У людей до четвертого этажа промокли стены и отваливается штукатурка. Вот вопрос, конечно, у нас к ПТС, к тепловым сетям. Когда прекратится это безобразие, и с учетом того, что начинаются морозы, очень сильные морозы, мы понимаем, что могут треснуть просто стены. Это аварийная ситуация. Мы находимся на уровне критическом, потому что есть возможность возникновения пожара, есть возможность осыпания. И нам просто страшно жить в такой ситуации. Жители рассказывают, в подъезде, да и в квартирах уже отсырели стены. Дышать влажным воздухом непросто. Кроме того, из-за грозы замыкания в доме отключили и лифт. С маленьким ребенком с восьмого этажа не подняться, не спуститься вообще невозможно. Скользко, все везде льдом покрыто. Очень тяжело, и лифт сейчас не работает. Вообще ничего не видно, туман, ну все пар везде. Невозможно, тяжело, конечно. Ей дома сидеть тяжело с ребенком, он на улицу пройстся. И спускаться очень тяжело. Потихоньку сегодня кое-как спустились. Пройтись, прогуляться. По словам жильцов, в подъезде все обледенело. А из-за густого пара сложно передвигаться. Ничего не видно. Мы ходим не просто как ежики в тумане, мы ходим вообще на ощупь. Потому что, более того, у нас обмерзли полы. Мы ходим на ощупь, скользим, и многие падают. Поэтому разбиваются, падают. Сколько просим, сколько пытаемся дозвониться в ПТС. Нам говорят, что данная ситуация находится на контроле, в разработке. Вот. Но пока ничего нет. Жители всерьез волнуются, ведь от постоянной сырости стала осыпаться штукатурка и появилась угроза короткого замыкания. Люди просят обратить на них внимание и помочь в решении проблемы. Дмитрий Павлов, Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Накануне Нового года региональное управление Росгвардии проводит акцию «Безопасный Новый год». Сотрудники рассказывают людям о мерах безопасности в праздничные дни. Особое внимание уделяется вопросам охраны общественного порядка и обеспечения контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия. Так, в частности, сотрудники подразделений, лицензионно-разрешительные работы обращают внимание владельцев на то, что алкоголь и оружие – вещи несовместимые. Категорически запрещено носить и перевозить оружие лицам, находящимся в состоянии опьянения. Ни в коем случае вооруженным людям нельзя посещать спортивные, развлекательные и иные заведения с массовым пребыванием граждан. Владельцев оружия, стражи правопорядка, просят не забывать и своевременно продлевать разрешение на его хранение и ношение. Сделать это можно в том числе и в новогодние каникулы – 4 и 8 января. В эти дни сотрудники Росгвардии будут вести прием к граждан. С заявлением о продлении разрешений владельцы оружия должны обращаться в подразделение лицензионной решительной работы Росгвардии в срок не позднее, чем за месяц, до дня окончания действия разрешительного документа. Владелец оружия несет полную ответственность, вплоть до уголовной, за обеспечение условий сохранности оружия. При этом оружие должно быть закрыто в металлическом сейфе. Ключи от этого сейфа должны находиться только и лишь у владельца данного оружия. Более 25 тонн контрафактной продукции выявили самарские таможенники в ходе совместной спецоперации с сотрудниками областного управления Росгвардии. Она проводилась недалеко от границы с Казахстаном. В населенных пунктах Большая Черниговка и Маштаково было проверено 49 грузовиков. В фурах двух автомобилей находилась продукция с признаками контрафактности. Это компьютерная техника, часы и косметические средства стоимостью более полутора миллионов рублей. Задержание грабителя в Тольятти, опасный выезд на встречку и ДТП с пострадавшим в Самаре. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 11 часов 23 декабря на Красноглинском шоссе. По данным ГИБДД, 27-летний водитель Пижоне справился с управлением и машина протаранила впереди идущего Приору. В результате ДТП травму получил 35-летний пассажир отечной легковушки. Его доставили в больницу. Два человека пострадали в результате дорожной аварии в Тольятти. ДТП произошло около 2 часов дня 23 декабря на Комсомольском шоссе. По данным полиции, 28-летняя девушка, водитель вазовской Калины, не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грантой. В результате аварии предполагаемая виновница и 27-летняя пассажирка Калины получили травмы. Их доставили в больницу. В Тольятти задержан 26-летний молодой человек, которого подозревают в ограблении магазина. Преступление было совершено в одном из супермаркетов на автозаводском шоссе. По данным полиции, злоумышленник разбил окно, проник в магазин и вынес оттуда алкоголь на 8 тысяч рублей. В суете грабитель забыл про осторожность. Установить его личность удалось по отпечаткам пальцев, которые были в базе данных. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В Самарской области с начала года почти 14 миллиардов рублей с должников взыскали судебные приставы. Более полутора миллиардов было направлено в пользу граждан. Особое внимание уделили злостным неплательщикам алиментов и их детям, которые недополучили полагающиеся по закону средства. На имущество и финансы алиментщиков были наложены аресты. 8 тысяч человек не смогли выехать за границу. Более полутора тысяч остались без автомобилей. В отношении порядка 800 должников возбуждены уголовные дела. В 2021 году на одного судебного пристава приходилось порядка 5 тысяч исполнительных производств. Нагрузка колоссальная и порой не хватало времени на каждого заявителя. Чтобы исключить неудобства, жителям региона напоминают про использование электронных сервисов. В этом году его услугами воспользовались порядка 1200 человек. Сейчас всю информацию можно получать в рамках цифрового исполнительного производства. Различные заявления, жалобы, поданные в порядке подчиненности и ходатайства, можно направлять с помощью сервиса цифровое исполнительное производство. Данный сервис реализован в рамках работы единого портала государственных муниципальных услуг. В личном кабинете на портале гражданину доступны электронные копии всех профессиональных документов, которые выносятся судебным приставом в рамках исполнительного производства. Поэтому настоятельно рекомендуем всем гражданам пользоваться данными услугами. Ну что ж, пятница. Самое время задуматься, как провести ближайшие выходные. О культурных событиях Самары расскажем далее в нашей рубрике «Афиша». Философские размышления об образах, которые мы порой примеряем. История о хитрости и фальше и семейной обед длиною в десятилетия. А теперь обо всем по порядку. Философские размышления об образах, которые каждый из нас хоть раз примерял в жизни. «Три маски короля» – так называется балет-притча Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова. Примеры этого спектакля состоялось в прошлом году и имела большой резонанс. Уникальная возможность увидеть постановку у жителей и гостей города будет 25 и 26 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета. История о хитрости и фальше. 25 и 26 декабря в Самарском драматическом театре состоится премьера комедии «Тортьюф». Та самая интерпретация классики, о которой многие мечтают. Хитроумный интриган Тортьюф проник в семью Аргона, разбогатевшего буржуя, у которого вдруг возникла потребность подумать о душе. Постепенно приторные речи захватывают мысли и сердце Аргона, вытесняя оттуда любовь к родным и заставляя забыть осторожность. Зрителям представят роскошные костюмы, поражающие воображение декораций и блестящую актерскую работу. Историю о семейном уюте. Долгий рождественский обед. 25 декабря смогут увидеть жители и гости города в театре «Самарская площадь». Действие происходит в 70-х годах XIX века в штате Иллинойс. Молодая семья Бейрдов строит новый дом. Новоселье приходится на Рождество. И этот обед будет длиться 90 лет. В семье родятся и вырастут дети. Сменятся времена и несколько поколений. Но традиции и тепло сохранятся. Это лишь часть культурной программы, которую ожидает жителей и гостей города в ближайшие выходные. Во время культурного досуга не забывайте и о своем здоровье. Больше времени проводите на свежем воздухе и берегите себя. В выходные в регионе будет по-прежнему холодно. Возможно, метель. Так, в ночь на 25 декабря столбики термометра опустятся до минус 17 и минус 22 градусов. В восточных районах будет еще холоднее – минус 23, минус 28 градусов. В субботу будет облачно. По западной половине небольшой, местами умеренный снег – метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Возможно, порывы – 17-22 метра в секунду. По западу – 25-27 метров в секунду. Температура воздуха – минус 6, минус 11 градусов. По востоку – до минус 16 градусов. На дорогах местами снежные заносы. Ночью будет еще холоднее – до минус 23 градусов. Воскресенье 26 декабря – без существенных осадков. Ветер юго-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 10, минус 15 градусов. По сведению Гидромедцентра России, в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2 градуса. Это были все новости на сегодня. Интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте geslimaski.ru. Смотрите наши новости на канале YouTube, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.